Дирк и Лори Морган американская супружеская пара, которая проживает в Коста-Рике. Одним январским утром они прогуливались по пляжу Пуэрти Хименес на полуострове Оса после отлива и ночной бури. Внезапно они услышали какие-то непонятные крики. Сначала супруги не могли понять, кто и откуда кричит. Дирк и Лори пошли на звуки. За одним из валунов они увидели крошечный комочек шерсти. Подойдя ближе, Морганы поняли, что перед ними детеныш двупалого ленивца. Зацепившись своими маленькими лапками за камень, он испуганно кричал и звал на помощь. Дирк вспоминает, что детеныш так отчаянно кричал, что у него даже слезы на глазах выступили. Как он попал на берег непонятно. Люди осмотрели окрестности в поисках взрослых особей ленивцев, но больше никого они не нашли. Видимо семейство ленивцев попало во время бури в беду. Чудом смог выжить только этот малыш. Ясно было, что без посторонней помощи это животное обречено на погибель. До деревьев, на которых обитает это животное, было далеко. Добраться до них малыш не сможет. Причем больше ему угрожала не голодная смерть. Супруги заметили, что по пляжу в поисках пищи бродят два бездомных пса. Рано или поздно они бы обнаружили маленького ленивца. И тогда крохе грозила бы страшная погибель. Псы просто растерзали бы ленивца. Пока Дирк был на карауле, Лорис бегала домой. Она принесла коробку и кухонное полотенце. Крошка держался из последних сил. Скорее всего ему пришлось в таком положении провести не один час. Малыша обернули в полотенце и положили в коробку. Ему дали попить воды. Несчастное животное было обессилено и страшно напугано. На берегу после отлива пара нашла кое-что необычная, покрытая шерстью. Найденыша отнесли в организацию, занимающуюся оказанием помощи животным из дикой природы, которые оказались в беде. Здесь маленьким ленивцем занялись специалисты. Они его высушили, обтерли от песка и соли морской воды. Сотрудники Центра дикой природы обследовали детеныша. Серьезных травм выявлено не было. С ним все было в порядке. Просто он очень сильно переутомился и был напуган. В руках добрых людей ленивец понял, что в безопасности и на его мордочке даже появилась милая улыбка. В течение нескольких месяцев за ним ухаживали и кормили. Сотрудники Центра дали ленивцу прозвище Гуанабана, это название тропического дерева. При помощи людей кроха окреп. Пока он еще под опекой людей, как только малыш подрастет и станет самостоятельным, его отпустят на волю, в родную для него стихию. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.